Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в России чествуют артистов, музыкантов, певцов, сотрудников музеев, библиотек, школ искусств, домов культуры, которые искренне любят свою работу, всегда наполнены творчеством и энергией и делятся ею с окружающими. Сегодня в День работника культуры. Пять национальных театров республики получили новые микроавтобусы и встретились с главой Карачао-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Альбина Ламкова продолжит тему. Работникам культуры в их профессиональный праздник вручили ключи от семи микроавтобусов. Впредь у артистов национального театра жизнь станет комфортнее. Транспортные средства были получены в рамках проекта «Театры малых городов Карачаева-Черкесии». Событие для артистов не просто радостное, но и значимое. Теперь на новых «Газелях Некст» можно будет выезжать почаще и радовать зрителей. В микроавтобусе 20 пассажирских мест. И созданы комфортные условия как для артистов, так и для водителя. Проехали километров 40. Хорошо себя ведет на дороге, по трассе. Удобная машина в эксплуатации. Русскому и Карачаевскому театрам будут переданы два транспортных средства, так как в этих трупах больше всего актеров. Лет 20 не получали транспорт в наши театры. Но сегодня день праздника, сегодня день работников культуры Российской Федерации. И в преддверии международного дня театра, который послезавтра... Несмотря на то, что в нашей стране немало профессиональных праздников, связанных с культурой и искусством, Все же день работников культуры объединяет всех, кто трудится в непростой сфере, но творческой и очень нужной людям. И каждый из работников, будь то артист, музыкант, певец или танцор, хранит культуру и традиции нашей многонациональной страны. В честь праздника глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с руководителями пяти национальных театров республики. Руководитель региона вручил документы на автомобили, которые были так необходимы театралам. При поддержке политической партии «Единая Россия» и при том проекте партии, который вошел в государственную программу, национальный проект, это проект театра малых городов и большой партийный проект «Культура малой родины». Благодаря поддержке партии и по этому проекту сегодня в республику переданы 7 20-ти местных микроавтобусов. Такая степень проникновения культуры в каждой из муниципальных районов республики существенно возрастет. В том числе и чтобы у ваших творческих коллективов была возможность сегодня познакомить не только жителей нашей столицы, городов, но и всех наших населенных культур с вашим творчеством. Затем Рашид Тимрезов обсудил с руководителями национальных театров актуальные вопросы и перспективы развития театрального искусства в республике. Также он добавил, что есть еще нерешенные проблемы. Основным вопросом, который нас всех беспокоит, это здание драматического театра. Но при активной работе правительства нашей республики уже есть решение и договоренность о выделении средств на проектно-смертную документацию. Рашид Тимрезов отметил, что государственная и федеральная поддержка будет только расти. И молодые специалисты будут поощряться для того, чтобы у работников культуры было желание работать в республике. Затем министр культуры рассказал о новшествах театральной жизни. Жизнь театра – это новый продукт. И очень важно видеть, что он сразу был востребован и на гастроли. Потому что начиная с декабря прошлого года и по настоящее время наши театры проводят гастрольную деятельность, приуроченную к столетию республики, которую мы в 2022 году празднули. Поэтому это, наверное, главная заслуга наших руководителей, что, несмотря на пандемию, продолжают театры работы. Поинтересовался глава региона и тем, какой средний возраст актеров и где работает труппа каждого из национальных театров, пока закрыт драматический театр. Затем было отмечено, что во всех районах построены и реконструированы дома культуры. Их всего 35. Но тут же Рашид Тимрезов добавил, что есть информация о том, что некоторые из них пустуют. И задача на сегодня, чтобы в каждом из храмов искусств велась работа с творческими коллективами. И развивалась культурная жизнь. Сельские жители не так избалованы театральным искусством, поэтому для них это целое событие. Возможности сегодня у нас такие, в принципе, есть. Поэтому еще раз вас всех хочу поблагодарить, пожелать вам творческих, профессиональных успехов. Ну и, конечно же, крепкого здоровья вам, вашим родным, близким. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В связи с участившимися случаями мошенничества, речь идет о различных предложениях в соцсетях оформить паспорт быстро, без очередей необходимости присутствия заявителя. Специалисты управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии призывают граждан быть особенно осторожными и не доверять свои деньги неизвестно кому и платить неизвестно за какие услуги. Все операции по получению паспортов Российской Федерации и загранпаспортов проходят только в управлении. А для тех, кто желает все сделать быстро и со скидкой, есть возможность подать заявление через единый портал государственных и муниципальных услуг. Самым главным преимуществом можно отметить скидки на получение государственных услуги в размере 30%. То есть, если брать самую широко используемую у нас услугу, это получение заграничных паспортов с сроком действия 10 лет. Без подачи на портале государственных услуг госпошленность составляет 5000 рублей, но подавая через портал государственных и муниципальных услуг, она сокращается до 3500 рублей. Также немаловажно хотелось бы донести до граждан, которые планируют подачу заявлений, что ни один работник управления по вопросам миграции не оказывает государственные услуги через сеть Инстаграм либо другие мессенджеры. Мы оказываем услугу только в управлении по вопросам миграции, абсолютно бесплатно. Хотелось бы предостеречь, не отправляйте никакие личные данные неизвестным вам и людям, так как услугу вы можете получить на портале госуслуг самостоятельно через свой личный аккаунт, а в дальнейшем в управлении по вопросам миграции в нашем здании, в нашем подразделении. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 569 человек. Из них 18 394 выздоровели, 117 человек госпитализированы. МЧС предупреждает, в горах Карачаево-Черкесии лавина опасна. Но сейчас прогноз погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В горах также осадки, ночью и утром туман, изморозь и гололёд. Ветер северо-западные 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночи 0-5. В горах до 10 градусов мороза. Днём плюс 4, плюс 9. В горах местами до минус 2. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северо-западные 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 2, минус 4. Днём 6-8 градусов тепла. В жизни бывает так непросто встретить несокрушимого и непробиваемого человека каменную стену. Человеку глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. В Прикубанском районе проходят профилактические мероприятия под кодовым названием «Скорость». Как и с каким техническим вооружением Госавтоинспекция борется с любителями прокатиться с ветерком в репортаже Ахмата Халкечева. С улучшением погодных условий любители прилично нажать на педаль газа прибавилось, с сожалением отмечают полицейские. Для совместной работы с нашей съемочной группой сотрудники ГИБДД выбрали 56-й километр автодороги Лермонтов-Черкеск. Здесь не случайно установлены знаки ограничения скорости 70 км в час. Не менее 30% от общего числа дорожно-транспортных происшествий случается именно на данном участке в Прикубанском районе. Делится инспектор по пропаганде ОГИБДД районного отдела внутренних дел Заур Капушев. В этом году тоже, к сожалению, дорожно-транспортные происшествия на данном участке автодороги уже были. К счастью, пока что с пострадавшими не было и будем надеяться на то, что пострадавших у нас не будет. Скоростной режим больше всего нарушают в местах, где нет стационарных систем видео и фотофиксации. Уверившись в своей безнаказанности, некоторые водители начинают игнорировать требования дорожных знаков. Для борьбы с нарушителями в арсенале ОГИБДД Прикубанского района имеется автономное устройство фиксации нарушений скоростного режима Бинар. Проезжают стационарные видеокамеры, видеофотофиксации и считают, что дальше можно уже ехать, нарушать скоростной режим. Вот для этого, собственно говоря, мы здесь и стоим. Именно на участке, где вот этих стационарных камер нет, фиксируем данные правонарушения. Именно вот это техническое средство Бинар, которое мы используем в работе, действительно очень действенное. И дорожно-транспортные происшествия, которые случились именно из-за нарушений скоростного режима, уменьшились достаточно прилично. Если брать статистику дорожно-транспортных происшествий с начала текущего года в сравнении с прошлым, Офья-Калиста не сильно отличается. Но число пострадавших у них снизилось практически вдвое. Разумеется, положительная тенденция является результатом планомерной и беспрерывной работы госавтоинспекции на так называемых очагах аварийности. Ахмат Халкетчев, Али Бастанов, Вестикарчаево-Черкесия, Прикубанский район. 78 лет прошло со дня освобождения перевала в Кавказе. В Карачаевске этой теме посвятили круглый стол с участием представителей Совета ветеранов Карачаевского городского округа и Краснодарского края, отдела культуры и администрации города. Репортаж Аслана Гирюгова. До начала круглого стола прошла встреча делегации из Краснодарского края на территории Музея защитников в перевалах Кавказа. Гостям рассказали о тех сражениях, которые проходили в горах. Для ознакомления с историей тех лет в музее представлено большое количество экспонатов, найденных в нашей республике. В завершении экскурсии и возложении цветов на территории музея, а также на иммориале жертвы депортации карачаевского народа началась работа круглого стола. Задача наша одна – совместная работа по воспитанию, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ведь для дружбы нет границ. Поэтому Карачаевск и городской округ и Лобинский район заключен договор несколько лет назад о дружбе, совместной деятельности. Вот военно-патриотическая работа как раз отнимет пунктов этого договора. Темой круглого стола – преемственность поколений. С приветственным словом к участникам обратился начальник отдела культуры Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев. Он рассказал о многих мероприятиях, которые проводились с целью патриотического воспитания молодежи. В ходе работы круглого стола участники обменивались опытом и делились знаниями, которые накопились за годы общественной работы. Здесь почтить память, не только вспомнить, поклониться тем и тому народу, кто принимал здесь наших бойцов, поклониться карачаевскому народу за то, что они в годы Великой Отечественной войны помогали нашим воинам, чем могли. И это очень главное для военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Проводя подобные мероприятия, мы не только отдаем дань памяти героям, которые проливали за нас кровь, но и воспитываем молодых патриотов, для которых ветераны Великой Отечественной войны будут примером мужества и чести. Аслан Гирюгов, Руслан Харченко, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Преступления». Получить кредит и не вернуть деньги в банк. Действительно ли личное банкротство помогает законно избавиться от долгов? Популярностью пользуются услуги юристов, которые обещают списать не только кредиты, но даже задолженность по коммунальным услугам. Это мошенничество или государство решило помочь бедным людям? В прямом эфире программы «Горячая линия» мы ответим на все вопросы о том, как не заплатить по долгам в эту пятницу, 26 марта в 17.15. Звоните и задавайте вопросы. А для тех, кто в будущем не намерен банкротиться, сейчас ему очень нужны деньги, мы расскажем о том, как тарелка и кровать помогают снижать процентные ставки по кредиту. Добро пожаловать на телеканал «Россия-1».